Музыка Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители моего канала! Сегодня поговорим не о живых растениях, а о срезанных цветах и о правилах составления букетов. Букеты из душистых цветов мы дарим по разным поводам. В любом регионе планеты цветочные магазины предлагают цветы и зеленые растения на любой вкус. Но подарок может оказаться неуместным, вызвать непонимание или даже обиду, если при выборе не учтены традиции, народные приметы и даже суеверия. Особенно неприятно то, что вы можете знать все правила составления букетов, но, приехав куда-нибудь погостить, столкнетесь с местными обычаями, а они могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли. К примеру, 100 лет назад при выборе букета было важно соблюсти некоторые неписанные правила, в которых обозначалось количество цветов, их окраска и сам вид цветов. Желтые цветы означали разлупу, белые – невинность, красные розы – любовь. Некоторые приметы соблюдаются до сих пор, хотя все понимают, что это обычные суеверия, не основанные на чем-то серьезном. Количество цветов в букете. В России все знают, что в букете должно быть нечетное количество цветков. Если четное – это траурный букет. Но у жителей многих европейских стран и США существует совершенно иная точка зрения по этому поводу. Четное число у них – символ пары в любви, удачи и везения в жизни. Традиционный букет в США – 12 цветов. Дюжина – символ достатка и завершенности. Японцы дарят друг другу два цветка, но не дарят четыре. Эта цифра считается символом смерти. Поэтому, если вы не знаете, какое количество цветов принято дарить, прибегните к небольшой хитрости. Выбирайте композицию из множества компонентов или букет, в котором несколько крупных соцветий сочетаются с мелкими цветочками. Например, розы, фрезии и веточка гипсофилы. Точное количество крошечных ромашек гипсофилы сосчитать невозможно, а значит вопрос количества становится неактуальным. Окраска цветов. У нас белый цвет – это символ нежности и чистоты. На востоке – цвет траура. Красный цвет у нас означает страсть. В Китае – радость, праздник, торжество. Желтые цветы – по старинным поверьям – это вестники разлуки. А в других странах – это солнце, тепло и радость, позитивные эмоции и знак дружбы. Если возникли затруднения по выбору цвета, то выручит пестрый букет, в котором собраны цветы с разной окраской. Идеальные сочетания – белые, розовые, кремовые и красные, синие и бледно-желтые оттенки. Виды и сорта цветов. Определиться с видом цветущих растений еще сложнее. Роза всегда считалась символом любви. По поводу других видов не не расходятся. Красные гвоздики дарят на официальных мероприятиях, возлагают памятникам погибшим воинам, поэтому их не покупают девушкам. Ландыши дарят возлюбленным, но прийти на свидание к даме своего сердца с ландышами или скромными фиалками решатся немногие мужчины. Исключение, если девушка любит именно эти цветы, или вы в Париже, где они будут означать нежную привязанность и робкое признание в любви. Есть простой способ избежать затруднений по этому поводу и возможных обид из-за неправильно выбранного цветка, особенно если известно, что дама придает большое значение суевериям и приметам. Покупайте букеты, включающие экзотические цветы, названия которых не всем известны, например, эустомы и антуриумы, герберы и стрелиции, альстомерии и фрезии. Незнакомое растение трудно связать с каким-либо старинным народным поверьем. Удивительно, но такие цветы купить порой проще, чем колокольчики или ромашки. Доставка цветов, заказанных через интернет, перестала быть чем-то необычным. Цветочные материалы для составления композиций поставляют большими партиями, что снижает их стоимость, места их промышленного выращивания, Европа, Африка и Азия. Какие цветы нельзя дарить женщинам? Не стоит дарить цветы, которые уже распустились и края лепестков начинают вянуть. Такие цветы долго не простоят и могут испортить настроение. Женщинам в возрасте не дарят темные, быстро увядающие цветы, а молодой девушке, если вы при этом не признаетесь ей в любви, не дарите ярко-красные цветы. Этот цвет не ассоциируется с юностью. Нельзя дарить сухие и искусственные цветы. Они предназначены только для похорон. Также некрасиво и бесскусно выглядят цветы, на которые побрызгали резкими духами, посыпали блестками и завернули в десяток листов упаковки. В них не осталось ничего естественного, и даже если они простоят долго, радости от них не будет. Также есть особая категория цветов, те, которые принято дарить только мужчинам. Это гвоздики, каллы, орхидеи, лилии, гладиолусы, бамбук, дельфиниумы. Эти цветы можно дарить женщинам, только если знаете, что они у них любимые. И в заключении хочется сказать, что если сомнения в подборе цветов для букета все же остаются, доверьтесь к консультанту в цветочном магазине или выберите букет в интернет-магазине. Как правило, там можно указать повод, и кому предназначены цветы. Об остальном позаботятся профессионалы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok